Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о нескольких способах, как Wargaming на нас всех наживается, зарабатывает на нас деньги. Ну, в этом я не говорю, что что-то есть прям такое ужасное, хотя это, конечно, во многом немножечко печально, но действительно Wargaming, это коммерческая компания, она нацелена на то, чтобы как можно больше денег выжить. Особенно сейчас, когда ситуация довольно, ну, кризисная, вы сами понимаете. И, конечно, у Wargaming полно всяких фишек, способов, как заработать на нас денег, как взять, склонить нас к донату, чтобы мы свои кровные отдали в эту игру. Да, есть игроки другого типа, которые говорят, я не доначу, Wargaming никогда от меня не получат ни цента, я лучше буду играть в эту игру сутками напролет. Ну, на самом деле, меня всегда смешили такие комментарии, потому что, что лучше, там, задонатить чуть-чуть, там, 200 рублей, там, или играть сутками напролет в эту игру. Мне кажется, уж лучше задонатить, чуть-чуть сэкономить времени, чем порой задротить и портить свое здоровье. Уж поверьте моему опыту, и наверняка многие это подтвердят, что здоровье гораздо дороже, чем, там, какие-то 100 рублей. Это я сейчас не склоняю к донату, а то многие скажут, что это видео пропагандистское нацелено на то, чтобы, там, ну, склонить вас к донату, заказанное специально Wargaming. Нет, действительно не так. Я считаю, что просто нужно всегда, в первую очередь, стараться, ну, понимать, что это всего лишь игра, и она временная. Это самое важное. То есть, вы же не будете играть в World of Tanks 100 лет. Ну, даже самые такие вот долгожители, игры, там, там, Ultima Online, они и то сейчас уже не пользуются спросом и постепенно теряют аудиторию. Это все временно, и вообще все временно, и нужно просто получать удовольствие. Если вы получаете удовольствие от танков или от любой другой игры, и не тратите на нее слишком много времени и здоровья, и денег, тогда все в порядке. Если же вы задротите целыми сутками, нервничаете, стрессуете, еще и денег донатите дофига, то нафиг оно надо, и лучше такой вот проект бросить и не играть в него. Или, по крайней мере, снизить, в общем-то, его, ну, как бы, место в вашей жизни. Ну, и, короче, какие способы Wargaming использует, чтобы заманить нас в ловушку, чтобы мы задонатили? Есть множество способов, и начнем мы с самых таких вот новых, о которых многие даже не подозревают или еще не поняли, не разобрались. Стоит отметить, что в любой коммерческой компании игровой сейчас работает штат сотрудников, которые занимаются тем, чтобы склонить игроков к донату. Они анализируют статистику, они собирают данные, чтобы, в общем, сделать так, чтобы донат был, но чтобы он не оказался прямо фатальным для проекта, потому что может это вызвать массу недовольств. И, конечно, такие вот так, всякие отделы, они содержатся штатом психологов, маркетологов и многих других людей, которые, в общем, этим всем занимаются. И вот одно их, так скажем, новшество – это боевой пропуск. На самом деле очередной шедевр Wargaming'а. И, конечно, очень-очень печально, что такое появляется. И нет, я сейчас не говорю про бесплатный боевой пропуск. Ну, он бесплатный, он не заставляет вас играть прям слишком много. То есть, за три месяца примерно нужно наиграть, ну, там, от 300 до 500 боев, в зависимости от скилла, чтобы получить все подарки боевого пропуска. И вы просто, по сути, играете в игру время от времени и получаете плюшки. Очков нужно на получение не очень много. И все это довольно так приятно на самом деле. Вот это, конечно, Wargaming придумал нормальную тему, я считаю. То есть, это хорошо. Но есть также и платная сторона, донатная. И в этом ничего, в общем-то, плохого нету, что есть платная сторона. Но все зависит от того, как она реализована. Дело в том, что в Wargaming она реализована просто, чудовищно, несправедливо. И я считаю, что это вообще просто жесть, что там натворили Wargaming. Давайте сейчас обсудим. Но для начала вот победители, которые выиграли золото в прошлом видео. Вот, собственно, их комментарии. Можете также попытаться выиграть золото в этом видео. Всего лишь комментируйте видео и в комментарии указывайте свой игровой ник. Также, если хотите, можете попробовать выиграть золото на сайте WattKit. 5000 золота каждый день. Также разнообразные прем-танки и многое-многое другое. Используйте мой промокод, чтобы получить максимальный бонус на данном сайте. И тут, конечно, куча всяких плюшек, прем-техника и так далее. И так, в чем же заключается обман боевого пропуска, который игроки не понимают? Дело в том, что многие донатеры... Ну, есть люди, которые просто вот увидели что-то, у них деньги есть. Они, в принципе, готовы задонатить. И вот они увидели цену 6500. Это, конечно, очень много, но думают они... Но все-таки, я что, я могу себе позволить? И донатят. Но это только первая фаза. Дальше вот они начинают играть. И оказывается, что все-таки непросто. То есть, чтобы только бесплатный пропуск пройти, требуется около 500 боев, 300-400 боев. Ну, сами понимаете, сколько это много. И потом, это еще не все. После этого и начинается платный боевый пропуск, за который они 6500 голда отдали. И тут-то и начинается обман Wargaming. Ну, как обман? На самом деле, все прописано, все сказано в правилах. Все можно выяснить. Но игроки как бы это ничего не выясняют, как правило. Ничего не знают, правила не читают. И вообще, как бы в неведении находятся. И просто вот сразу же, как только выходит что-то донатное. Ну, если игрок склонен к донату, если у него деньги есть, и он любит донатить, а такие игроки есть. Он, как правило, просто берет и скидывает бабки. Но дело в том, чтобы взять и получить все награды сплатного вот этого вот доступа, потребуется где-то примерно 2-2 500. В некоторых случаях, если плохо, играет игрок 3000 боев. Это очень много. Это очень много. Это катастрофически много. И тут игрок понимает, черт возьми, мне не хватает времени, мне не хватает сил. Как же дальше жить? Зачем я задонатил на эту фигню? Ну, а тут приходит на помощь доброжелательный Wargaming и говорит, я тебе выручу, дружище, и будет, я уверен, куча всяких вот этих постеров. То есть, там, если у тебя там не хватает доната, вернее, не хватает этапов, там, времени, то вот тебе донаты. Ну, примерно, не дословно, но что-то такое будет наверняка. И игрок, конечно, он не успевает, он понимает, что придется задонатить. Ну, ладно, подумаешь, что-нибудь задоначу. Но тут оказывается, что для того, чтобы пройти каждый этап задонат, нужно задонатить еще 5000 золота. Кстати, если все этапы выполнить задонат, получится космическая сумма в 23000 золота, если я не ошибаюсь. Ну, если, в общем-то, 20 первых этапов убрать, то получится, по-моему... Нет, если первых, вот этот боевой пропуск убрать, бесплатный, 45 ЛБЗ, то за 45 оставшихся платных ЛБЗ вам потребуется, там, около 18000 золота, вроде как, если я не ошибаюсь. То есть, космическая сумма в голде на огромную сумму в рублях. И, ну, часто люди могут, ну, совершенно не рассчитывать свои силы. Это первый такой вот наеб, скажем так, то есть, игрок играет, играет, и он понимает, что все, вот силы иссякали. Он уже весь на нервах, вот он играет, он понимает, что я не успею, и начинает донатить. Вот он попался на крючок и начинает, в итоге, выливать больше денег, чем он планировал. Вот такой вот простой способ, как можно сделать так, чтобы игрок задонатил. И он будет работать, это рабочий способ, и крайне несправедливый, потому что игрок, в общем-то, ну, явно, он покупает за 6500 золота что-то интересное, он думает, по крайней мере, что это что-то интересное, прикольное, а в итоге, как бы, он попадает в ловушку, потому что ему нужно наиграть кучу боев, ему нужно каждый день в эту игру играть, как на работу приходить и задротить в ней, то есть быть, по сути, рабом игры. И какое-то это удовольствие. Порой зайдешь в игру, одни сливы, там вообще один негатив, а таких боев может быть много, даже бывает несколько дней таких неудачных. Да, бывают хорошие бои, бывает все прикольно, все интересно, но это далеко не всегда так. Я вот, например, ну, 3000 боев, там, 2000 боев, даже, я не знаю, за год, наверное, не наигрываю сейчас, а тут предлагают мне, чтобы я купил за 6500 и, блядь, извините, за мой французский еще и задротил, как скотина целыми днями в эту игру, портил свое зрение, здоровье, там, ну, другие всякие, такие вот важные проблемы возникают от этого всего. Ну, сами спросите, там, у врачей, проконсультируйтесь, как говорится, узнаете, сколько вреда дает вам то, что вы будете сутками напролет играть в эту игру. И, в общем, такие вот дела, то есть, совершенно конские цены и совершенно неприятные условия для игроков. То есть, если бы столько же примерно нужно было бы опыта, ну, может быть, в 2 раза больше опыта, но не в 4, не в 5 раз больше опыта, чем за первый этап, ну, вот этот бесплатный, тогда бы я еще понял, а так просто нужно задротить очень много. А если не хочешь задротить, то, получается, тебе нужно взять и донатить. Наверное, кто-то сейчас начнет защищать Wargaming и скажет, Миха, ну, ты не прав, ну, это коммерческая компания, да, у нее там сотрудники, программисты, художники, тоже те же самые маркетологи, у них там дети есть, им тоже нужно кушать что-то. Я не говорю, что, собственно, ну, Wargaming не должен зарабатывать. Естественно, они должны зарабатывать, это все правильно, как и любая другая коммерческая компания. Но вопрос в том, как это делается, то есть, какие условия для игроков составляются. А условия, поверьте, проигрышные для нас всех. То есть, жертвовать кучей времени и здоровья, или кучей денег, ну, такое себе, в общем, удовольствие, такая вот перспектива, не самая лучшая, неприятная перспектива. И зачем Wargaming это делает? А делают это они, потому что они хотят заработать как можно больше. Все рассчитано на то, ну, максимально там смотрится статистика, чтобы игрок задонатил, чтобы у него там все-таки нервы сдали в определенный момент, и он просто не успевал под конец, и он начал донатить. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы там выжать тысячу золота, пятьсот золота там. Уже какая-то польза будет из таких игроков миллионы. Уж поверьте. Но это мое личное мнение, конечно, может быть, я ошибаюсь, конечно, но пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Интересно будет узнать ваше мнение. Лично мне совершенно не понравились условия боевого пропуска за деньги. Такого нагреша со стороны Wargaming я не видел никогда. Но, в любом случае, будем смотреть за развитием событий. Если данная тематика вам понравилась, то будем разбирать подобные всякие наёпы Wargaming. Будем смотреть, что они дальше будут придумывать, анализировать. И будем, в общем, предупреждать вас всех, чтобы вы не влипли в это все и тщательно обдумали все. Продолжение следует...